Сообщение о выводе российских войск из Сирии застало врасплох многих западных политиков. В госдепе США даже не смогли его внятно прокомментировать. После чего в иностранной прессе заявили, что президент России вновь перехитрил своего американского коллегу. В ООН же решение Владимира Путина назвали позитивным шагом. Спецпосланник организации по Сирии Стафан Демистура выразил надежду, что действия Москвы положительно повлияют на переговоры в Женеве. Увесистые папки с заготовками не спасают. Москва решает вывести войска из Сирии. Новость приходит прямо во время традиционных пресс-брифингов. И Вашингтону нечем крыть. Пентагону госдеп от комментариев воздерживаются. Мне надо сначала вникнуть. Представитель администрации старательно. Делает вид, что все под контролем, но под грядом вопросов. Путается в собственных мыслях. Я еще не видел этих сообщений, но мы говорили о том, как продолжающаяся российская военная интервенция с целью поддержать режим Асада усложняет процесс политического перехода власти. Так что да, я не видел сообщений, и мне трудно оценить, как это решение повлияет на переговоры. В американской прессе только и разговоров, что о решении Путина «Белый дом» застигнут врасплох, форум утверждают Financial Times, New York Times и Wall Street Journal. Еще недавно Барак Обама уверял, Россия застряла в Сирии надолго. Но, похоже, пишет политика, российский президент обыграл американского. Снова. Быстрый выход России из Сирии поставит в тупик тезис Обамы о том, что Путин погрузился в трясину гражданской войны в Сирии. Еще будет сожалеть об этом. Еще несколько таких трясин, и он будет снова потягивать коктейли на саммите G8. Генсек ООН Пангимун уже назвал решение России знаменательным. Спецпредставитель Всемирной Организации по Сирии Стафан Демистура отметил, что оно положительно скажется на успехе переговоров в Женеве. Сошлись в оценке и члены Совбеза ООН. Вывод войск означает еще один шаг в сторону прекращения войны. Это позитивный шаг. Позитивно, хотя и сдержанно реагирует Евросоюз. Комментарий пока на уровне министров иностранных дел. Британский форин офис, как и МИД Италии, говорит о деэскалации напряженности в Сирии. Глава немецкого МИДа ждет, что вывод российских войск ускорит решение политического кризиса в стране. Правда, оптимизм уравновешивает пессимистичное «если». Если объявление о выводе российских войск будет реализовано, то это усилит давление на Башара Ассада и вынудит его серьезно отнестись к переговорам в Женеве о политическом переходе, который обеспечит стабильность в Сирии в интересах ее населения. Причины сдержанности европейских политиков журналисты французской Фигаро объясняют по-своему, мол, инициатива в решении сирийского кризиса снова в руках Москвы. С ее позицией Западу придется считаться в любом случае. Путин в очередной раз показывает, что это он задает ритм сирийского кризиса. В начале российской кампании ооновские дипломаты настаивали на ее временном характере, напоминая, что Россия в первую очередь должна начать дипломатический процесс, имеющий целью передачу власти. Но передача власти оказывается организованной Кремлем. Всего полгода назад о таких переговорах не шло и речи. Арабская республика была на грани распада, правительственные силы с трудом сдерживали наступление террористов, а простые сирийцы тысячами бежали из страны. Российская антитеррористическая операция, отметили сегодня в Госдуме, изменила ситуацию в корне. Наша армия блестяще справилась с этой задачей, по сути, обеспечив перелом в этой войне с международным терроризмом. При этом хочу обратить внимание, что Соединенные Штаты и Западная коалиция в течение трех лет и гораздо больших усилий не смогли достичь тех результатов, которые наша армия и наша дипломатия смогли достичь за пять с небольшим месяцев. Главное, чтобы был положительный результат. Если сегодня путем объявления пока еще о выводе даст импульс мирным переговорам и будут приняты какие-то решения, это хорошо. Надо поблагодарить наших мужественных военных, летчиков и представителей всех родов войск, которые формировали очень эффективную группировку, справившуюся с своим заданием. Спустя почти сутки молчание прервало официальный Вашингтон. Представитель Белого дома отметил, что по данным США Россия выполняет взятые обязательства по выводу войск. Но с оценками этого решения администрация Обамы по-прежнему не спешит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!